Ну и если на военные пенсии деньги все-таки нашли, то по еще одному вопросу ясности нет до сих пор. Это долги по зарплате. По всей Украине они уже исчисляются миллиардами. Хуже всего ситуация у врачей и шахтеров. Почему задолженность растет? Центральная власть кивает на местные органы. На местах отвечают, что деньги должны дать в Киеве. Когда закончатся эти разборки чиновников и что делать людям, которые остались без заработанных денег? Выясняла Павлина Василенко. Медикам зарплату! Мы не виноваты. Мы должны. Это уже последний крик души. Они перекрыли дорогу Львов-Самбар. Врачи, медсестры и санитары. А все потому, что тысячи медиков местной больницы с сентября не получают зарплату. Мы не можем за что жить, мы не можем за что детей годовать. Едти не можем за что. А за что мы можем ездить каждый день на работу? Кроме митинга медики объявили еще и забастовку. Оказывают только неотложную помощь. Аппендицид, если поступает, вот видите, раздробленный надколинник. Это нужно оперировать. Это не можно откладывать. Чтобы выплатить зарплаты, в Самбаре не хватает 13 миллионов гривен. Местная власть уверяет, субвенцию на зарплату медиков обязан выделять госбюджет. Но кроме денег из Киева приходят требования. Сократить штат. В больнице уже уволили 200 человек. От финансовых задержек это не спасло. А дальше и сокращать некуда. Сейчас город утверждает бюджет на следующий год с огромным дефицитом на медицину. Конкретно, я вам скажу, 25 миллионов. Только на этом. И 22 миллиона не имеет места. Потреба на 2018 год, тоже, если не помилюсь, 77 миллионов. И что? И на следующий год так же люди будут ходить. То скажите мне, будь ласка, який выход? Зарплату! 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 Мы честно працюем! Это наши заработные деньги! А это Коломыя. Тут тоже медики вышли на митинг и перекрыли дорогу. Требования те же. Задержки зарплат начались еще в начале года. Долги только по одной больнице. 12 миллионов. Мы были на страйке в вересне. Были под министерством. И людина, которая была на Майдане, и я сейчас выполняю обовязки министра, не захотела с нами спілкуватися. На этой неделе медикам Коломыи погасили долг до середины ноября. Когда отдадут остальное, неизвестно. Наталья сама воспитывает двоих детей. Чтобы выжить, ездит за границу на заработки. С серпня по вересень. Я была в Немеччине. И мне было очень прикро, когда пришлось моей дитине 1 вересня, без меня пойти самому до школы. Я бы не хотела в другой раз поехать за кордон. За границей, говорит Наталья, она просто раб сила. Но за свой тяжелый труд получает в разы больше, чем на родине. Заработанных денег надолго не хватает. Отказывает себе во многом. Когда я последний раз была в кинотеатре, я не могу вспомнить. Когда я купила книжку, которую я люблю почитать, я тоже не могу вспомнить. Приходится работать в условиях, в которых лекарь работала еще в 70-80-х годах. Хочешь жить – умей вертеться. Без выходных и праздников. Это график травматолога Игоря Нижника. У меня зарплата приблизительно 4 тысячи гривен. В дружине еще меньше. И если бы у нас не было каких-то дополнительных подзаработков, мы бы обязаны были оставить медицину и выехать. У всех есть дополнительные подзаработки. Я даже не хочу сказать, где, где кто продает и на базаре. Тем временем в Минздраве, рекламируя медреформу, обещают ощутимое повышение зарплат у медиков. А то, почему медикам сейчас задерживают их мизерные зарплаты, объясняют явлением ежегодным и винят во всем местной власти. На погашение долгов Минздрав планирует выделить 300 миллионов гривен. Но долг перед медиками почти в 10 раз больше, подсчитали в парламентском комитете здравоохранения. 2,5 миллиарда – это остался борг. Станом на сегодняшний день до конца 2017-го года. Само на заработные платы бюджет 2018-го года. Медичная субвенция на фонд оплаты работы сбережена на таком же уровне, как и в 2017-м году. Государство задолжало не только медикам. Зарплаты задерживают и шахтерам, и учителям. Из-за долгов бюджетникам Кабмин вчера даже в неочередное заседание собрал. Только вот арифметика у них совсем другая. Больше 300 миллионов гривен будет направлено в регионы для того, чтобы решить эту проблему, которая выникла абсолютно несподеванно, хотя все доповедали, что все нормально. Доручение премьер-министра деякие руководители не выполнили. А кто из них не выполнил? Мы это информируем в громадский с небольшим временем. Но вопрос, кто виноват, людей без зарплаты волнует гораздо меньше, чем вопрос, что делать. Украинцы все чаще устраивают голодные бунты. В начале декабря на Закарпатье трассу Киевчо перекрывали воспитатели и учителя. За бастовкой выбивали свои кровные и шахтеры на волыне. По данным Госстата, зарплатных долгов только шахтерам в 516 миллионов гривен. По всем бюджетным сферам набегает сумма почти в 3 миллиарда. И это лишь официальная статистика. На самом деле она в 2,5 раза выше. Во-первых, что у нас около 50% экономики работает в цене. И там заборгонность не враховывается. Я общался с окремными главами администрации, они говорят, что нас бьют по шапке. Я только покажу эту заборгонность, которая выникла, не по моей причине. Меня завтра поменяют. Недостатки в местных бюджетах. Нема чем выплачивать зарплату. Проценка в бюджетной сфере цели. Похоже, войти в Новый год без долгов вряд ли удастся. И задержки зарплат бюджетникам и в следующем году останутся насущной проблемой. Павлина Василенко, Жанна Дудчак, Галина Якушко. Подробности недели. Телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова